всем привет друзья ну что вернулся я в атомное сердце но вернулся не просто многие норы кто смотрит мои каналы видели полное прохождение по сюжету так но я решил вернуться и расскажу об этом вкратце хочу пройти полигоны давайте посмотрим сейчас у нас есть карта есть у нас карта вот такая вот на нем есть такие полигоны вроде их 8 штук так 3 4 5 6 7 вроде 8 должно быть до восьмое 8 полигонов сделаю записи на их прохождение и на улучшение оружия вот но это во первых во вторых у меня появилась появился вопрос по поводу окончании сюжета если у нас второй вариант прохождение и вот его учить того что в конце был выбор за кого идти воевать так что вот хочу этот момент проверить и все это дело запишу так сейчас пойдем на какой пойдем на 1 это 1 на 100 приближения до 1 полигон и пойдем на него тогда ну и по порядку дальше так и двинемся у них тут цифры беда какая-то потом сразу шестой идет рядом идет так восьмой если я правильно вижу восьмой или девятый так наверху у нас десятая а вот восьмой иначе внизу девятый так здесь у нас второй одиннадцатый и и и и и и и и и 12 такие у них цифры тут так что они нам дают тут же а вот у нас даже да есть описание дает каждый полигон калашу увеличенный магазин там коллиматор мину ловушку вкрепыш о по вкрепыш дает мину ловушку это интересно очень кстати даже я даже не думал такого так тепловизор насадка из пельмерных сплавов преобразователь так очень много интересного ну погнали что-то за сеть рассуждать булки медь так по оружию давайте-ка вот по оружию посмотрим в прошлой части в первом прохождении я не мог доступ разрешен не мог получить что у нас там было сейчас посмотрим вот этот маска вам правильно называется у нас как-то обзываешься алю так все мои оружие не помню сейчас посмотрим правильно рельсотрон вот получилось сейчас его и понимаешь вам нафиг не нужен вообще можешь при улучшении будет какой плюс сейчас я покажу в деле сразу далеко никуда не убегать вам то есть оружие хорошие но получается малозарядное во первых во вторых после него ничего не остается не остается запчастей ведь его распыляет просто все то есть если мы будем им воевать то мы ничего не соберем аппарат аппарат да хорошие не знаю как будет на тяжелых на мощных роботах но так-то аппарат хорош но пропадает то есть ничего же не соберешь с него но это плохо на самом деле мне мне так не нравится так по расстоянии чем нас дальше посмотрим кто у нас здесь посмотрим но даже летательный попаду не попаду ох ты прицел то какой интересный да он распыляет все так все еще у нас еще дал так один заряд полтора заряда есть с шоком так кто где вот дальние да так она какое ну принцип понятно тут но да оружие хорошее но мне но не может что-то интересного не будет по улучшением возможно 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 может быть на полигонах чем соберем так нам надо открыть ворота где у нас открывается ворота тра-та-та-та-та-та-та посмотрим здесь в сюжетном прохождении первые два полигона проходил в 3 я уперся я не мог его пройти сейчас я хочу вот в этом разобраться так если полигон у нас здесь камера здесь так не могу до подключиться вот у нас полигон открываем ворота где у нас а вот он нас как всегда прыгать он не умеет этот полигон у нас простенький там сложного ничего нету дать хочу проходить и смотреть то есть будет 8 полигонов и посмотрим по сюжету если какие-то изменения если я выберу другой вариант финала игры посмотрим на самом деле очень приятно даже второй раз поиграть товарищ майор мы получили доступ к научному полигону в будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение вот они ваши научные штучки все бы вам светлым будущем маячить перед носом честно граждан не нахожу комментариев на ваше высказывание вот и замечательно идем смотреть что за вооружение обеспечивает мое будущее так конечно я то рекомендую проходить многое плюшек да и так интересно просто загадки поразгадывать так тут что у нас а митча будь а утюду пюджеток так а ну я туда посмотрите вот так перейти. Вот зончик там долбит, басы играют. Здесь, да, вроде? Ну да. Задачи магнитно-механического цеха полигона номер один. Пункт 1. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт 2. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт 3. Плоская круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. Проблема. Ух ты! Ух ты! Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Давай-давай, басы! не раздавит не должно вроде да так а нам куда надо поставщик двери там закрытая закрытая а там ящик за ящиком побежим побежим может как раз принц за ящиком пришли тут как раз тот и должны быть вкусные ящики и так музыка позади осталось так и у нас там вторая дверь еще да лежи не вставай кстати освоил я тут как называется не знаю потом посмотрю как называется швыряния этих всех гоблинов да у меня память плохая ничего не запоминать так и туда и туда так здесь а здесь тупик отлично все в крови изложка и и и Термические установки на полигоне номер один работают на основе Архимедова винта и тепловой энергии, термосферы, свеча. Установки генерируют два миллиона киловатт-часов электричества в месяц. Так, вот он и все хорошо. Ценные грузы – это хорошо. А что же он за ком? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет… Скучно. Короче, он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить? Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. Так, начинается, да? Выход. Вот так будет со всеми теперь. Так, где я кто еще? Давай. Вовщики сидят, что-то не двигаются. Теперь, короче, изучил я новое оружие и буду им всех. Вот так и вниз. Вовщиков так ломает быстро вообще. Так, сундук спрятали. Так, там сундук со стороны. Так, оттуда проход, да? К сундуку. Так что я тебе научен, я тебе крошу всех как только можно. А при прохождении сюжета, видимо, был глюк какой-то, что мне не выпадали. Так, а здесь я могу посмотреть, нет? А здесь я не могу посмотреть. Ну, точнее, могу вот это. А, да, вот они. Не посмотреть название. Не выпадали они. Получается. Всю игру я проходил, у меня ни одного этого элемента не было. И я не мог улучшить, не мог рельсотрон взять. И пистолет улучшение мог сделать вот из-за этого. Вот сейчас нормально выпадает. Как бы все, все пучком. Так, откуда я был? Где я был? То есть игра сыроватая и много еще глюков в ней. Так, тут есть где пошариться, да? Ну, а много всего надо, я все хочу прокачать. Так что я как бы уже побегал. Тут немало. Отдельно запчасти пособирал. Ну, уж там для одного полигона, я так понимаю, нам нужна будет заморозка сильная. Чтобы пройти. Что там светится ещё? Давай-ка, не светись тут. Ну, вот так, с охраны, давай. А то вдруг игра выкинет. Так. вот еще один красавчик бежит куда-то так спассивный преобразователь на пистолет отлично так а ну куда на то вроде там у нас что-то свится еще так вот у нас проход внимание всем сотрудникам полигона номер один при срабатывании сигнала о начале испытаний в цехе просьба немедленно покинуть зону испытаний во избежание несчастных случаев помните советский человек всегда бдителен на производстве работник предприятия 3826 бдителен вдвойне до музычка четкий тут так так этого не смог да вашу не раздавила так как метода так у нас там где-то замок там замок вот и замок у нас так что ты хочешь так теперь дверь так Допрыгнем, допрыгнем. Не удивляйтесь, что в некоторых гражданских полигонах можно найти доступ к современному оружию. Наука всегда очень тесно сопряжена с войной. Это у тебя так программы заложены? Скажем, это мое убеждение. Даже мультфильмы, которые вы так любите, начинались с революционных разработок разведки. Как это не прискорбно, именно война является двигателем прогресса. Не знаю, откуда у перчатки вдруг убеждение, но хоть по мне и не скажешь, я за мир. И мультики. Так, это лифт, у нас выход здесь. Так, Вовчик лежит, да, кто отдыхает? Да ладно, лежал бы ты. Куда ты встаешь-то? Зачем? Лежал бы, отдыхал себе спокойно. Так, банка у нас зависла. Ну, вроде все. Сейчас, конечно, карта не покажет, но все мы забрали, не все отсюда, но... А, вон еще сундуки. А, я вообще к другому выходу. Тут, наверное, самое вкусное. Ну, к дробовику, да. Выличный магазин, отлично. Очень нужная штука. Давай сейчас сразу посмотрим, что к чему нас привело. Майор, оружие или способность? Так, сначала способности. Способности мне нужны, так, полимерный бросок. Вот я использую сейчас массовый телекинез. Очень хорошая штука. Но она у меня еще не полностью прокачана. Мне еще нужно прокачать будет полностью полимерный бросок. Чтобы струю электрической заморозки выбрасывать. Но пока у меня не хватает, так что пока так будет. Выберите желаемое... Так, давай здесь по оружию посмотрим. ПМчик у нас самый действенный. Будем смотреть его. Так. Нам здесь нужна затворная рама револьерного типа. Она у нас будет на шестом вроде, да? Блин, не вижу отсюда. Телевизор далеко. На восьмом полигоне будет. Так, ее мы возьмем тогда там. Так, здесь у нас что? Дульный модуль. Так, установлено. Экспансивный преобразователь у нас появился. Так, отсроченное смещение центра. Ну да, отсроченное. Тяжесть пули увеличивает урон органическим целям. Урон органики уменьшает скорострельность. А нужно ли нам урон органики? Тут урон по слабым точкам. Там урон органики. Блин, фиг знает. Так, урон, скорострельность, точность, отдача, урон органики. Но мне, конечно, не нужна нам органика. Так, электромагнитный поляризотор. Так, для роботов, ну, большая часть роботов увеличит урон, так, увеличит точность, скорость прицеливания. В принципе, вот и оставить. У нас все-таки больше роботов. Вот потом взять его тогда. Он у нас будет на втором полигоне. Так. По кассетнику. Что у нас? Кассетник у нас есть. Можем поставить. Ну, нафиг он нужен вообще. Поставим, пускай будет. Поставим, пускай будет. И даже немножко, может, и прокачаем давай. Так. Что у нас хочет? Что-то хочет. Ускоряет установку кассетника. Так. Вылечивает элементального урона. Так, это пока не будем. Магазин у нас будет на шестом полигоне. Так. Прицелы. Коллиматор будет на десятом. Тепловизор на одиннадцатом. Так. Ну, тут понятно все. Ружье, что нам дает. Так. Это у меня полностью активный стабилизатор. Вот демпфер, полимерный приклад я бы вот посмотрел бы. Мне кажется, должно быть что-то интересное. Увеличим бонусы энергии. Так. Увеличивает урон, увеличивает скорость прицеливания, увеличивает скорострельность, уменьшает отдачу, точность, автоматический режим стрельбы. О. Кстати, интересно. Так. Он у нас будет на одиннадцатом полигоне только. Будем его ждать. Так. Что нам тут что-то дало, нам не дало. Так. Это у меня полностью, да. Экспансивный преобразователь, дульный тормоз, компенсатор. Так. Скорострельность, урон, урон, скорострельность, скорость прицеливания. Ну, ничего такого. Так. Кассетник. Кассетник можно тоже поставить. Пускай будет. Для красоты. Для красоты пускай будет. И даже улучшим. Да. Своего определенного уровня. Так. А что нам следующее дает? Увеличение время эффекта кассетника. Ну, со временем улучшим. Сейчас еще мало припасов. Оставляем пока. Вот у нас магазинчик. Магазинчик берем. Так. И мы, получается, все полностью на этом складе забрали. Вот у нас этот полигон первый. Все забрали мы отсюда. Так. У нас тут было что-то на лесу. Эргономичная рукоять. На ПМ-экспансивный преобразователь. На КС-магазин. Так. И на звездочку там что-то. Траверсированный выстрел. Так. Магазин увеличиваем сразу. Вот. Вот. Можно смело полностью прогонять. Пистолет, мне кажется, вообще самое такое ходовое здесь. Ой. Пистолет. Ружье. Магазин обязательно увеличиваем. Так. По прицелам. По прицелам. Термоприцел будет у нас на 12-м. Так. И тут что? Коллиматор будет у нас на 8-м или 9-м. Так. Пусть все. На Ресатроне у нас ничего не выпадало. На Калаш тоже ничего не выпадало. Так. Давай-ка уберем. Что-то у меня лишний Ресатрон я уберу. Как бы он. Не нравится. Мне потому что нужно запчасти. Так. Тут что у нас? Водочка, да. Водочка, сгущеночка. Ой. У меня уже все вот тут уже. Водки с гухи. Водка, сгущеночка. Водка, сгущеночка. Вот этого заберем. Пускай у меня лучше лежит. Так. И пошли на выход. Так, карта у меня не покажет. Наверное, да, сейчас не покажет. Системы геолокации недоступны. Но местонахождение есть, да? Полигона. Отлично. Так, сколько у меня теперь там? Десять. Нормально. Интересно будет минные ловушки посмотреть на толстяки. Нет. Нет. Продолжение следует...